Всем привет! Это новое видео о возможностях языка R для работы с геоданными. Сегодня мы посмотрим на несколько основных функций векторного анализа, а также на возможности пакета OSRM для анализа транспортной доступности. Давайте начнем и для начала загрузим необходимые библиотеки. В дальнейшем нам необходимо загрузить данные из OpenStreetMap. Для этого нам необходимо определиться с территорией, на которой мы будем загружать. Санкт-Петербург – город большой, анализировать его целиком будет достаточно сложно, поэтому мы посмотрим лишь на его центральную часть. Для начала давайте загрузим административные границы районов Санкт-Петербурга с помощью функции OPQ из пакета OSMData. Подробно о том, как работает эта функция, мы рассказывали во втором видео. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите. Мы выберем из тех данных, которые нам предоставляет OSM-мультиполигоны. Также определим только те поля, которые нам необходимы. В данных OSM их, как правило, очень много и можно запутаться. И выберем районы Адмиралтейский и Центральный, в рамках которых мы сегодня будем все анализировать. Отлично. Теперь нам необходимо подгрузить остальные данные из OSM, но не обязательно делать это на весь город, потому что мы можем использовать экстент районов, которые мы только что отобрали, Адмиралтейского и Центрального, и поможет нам определить рамку, в которой мы будем все рассматривать, функции STB Box. На вход она берет уже существующие пространственные данные и создает полигон, который и будет ограничивать нашу территорию. Мы сразу создадим также и ту же рамку уже в проекции UTM, которая поможет нам для дальнейшей визуализации. Что же делать дальше? Мы можем, конечно, подгрузить все наши данные, используя эту же самую функцию, и для каждой написать такую строчку, но это будет очень скучно. Чтобы сделать это быстрее и эффективнее, мы напишем функцию, которая поможет нам намного быстрее и эффективнее скачать необходимые нам данные на нашу территорию и также сразу трансформировать их в нужную нам проекцию. Наша функция SM CF UTM будет брать на вход ключ, тот ключ, который мы всегда записываем как ключ для скачивания SM данных, его значение, которое идет туда же, и также тип данных SM, которые мы будем использовать, как вот здесь, например, мультип полигоны. Первая часть нашей функции – это функция OPQ, которую мы только что использовали выше. В дальнейшем мы выбираем только те данные, тип данных, который нам необходим, которые мы зададим в функции на вход, и дальше трансформируем уже данные, выбираем только те поля, которые нам нужны, и трансформируем их в нужную нам проекцию, а именно 36-я зона Северная UTM. И на выходе у нас как раз получаются вот эти данные уже с небольшим количеством полей и в нужной нам проекции. Давайте создадим эту функцию. И уже с помощью этой функции скачаем границы округов Санкт-Петербурга, дороги, точки с едой, водную гладь и станции метро. Это будет очень быстро, и на каждый класс данных нам необходима лишь одна строчка. Мы очень часто эти данные будем визуализировать, поэтому нам необходимо создать базовую карту, которую мы сможем использовать и не прописывать постоянно цвет воды и, там, не знаю, ширину дорог. Давайте с помощью пакета TeamApp создадим базовую карту, в которой мы визуализируем воду в Санкт-Петербурге и также дороги. И добавим обязательно масштабную линейку. Посмотрим, как это все выглядит. Достаточно неплохо. И вот эта базовая карта у нас теперь автоматически будет подгружаться при вызове вот этой переменной на всегда, когда нам это необходимо. Первое, с чего мы начнем, это с анализа мест, кафе и ресторанов в городе. Это очень важно в Санкт-Петербурге. И давайте сначала визуализируем просто точками те кафе и рестораны, которые мы скачали из OpenStreetMap. В принципе, общие паттерны, общие закономерности их размещения нам видны, но этого достаточно, этого мало, потому что точки сливаются и ничего не понятно. Давайте теперь посчитаем, сколько точек с кафе и ресторанами у нас есть на каждой улице. Но если мы приблизим немного карту, мы увидим, что на самом деле эти точки, они располагаются не совсем на улицах, и они очень редко совпадают с существующими линиями дорог. Но это исправить нам поможет функция ST-Snap, которая приклеит наши точки с едой к нашим дорогам. Tolerance показывает нам максимальное расстояние от точки до линии, то есть если у нас больше 20 метров, то точка останется ни с чем и не будет привязана ни к какой улице. Теперь мы уже можем спокойно с помощью функции Aggregate агрегировать наши данные с точками ресторанов и кафе по нашим улицам и посчитать их количество. Давайте запустим эту функцию, и сейчас еще визуализируем и посмотрим, что же получилось. Достаточно долго, но что-то получилось, и будем честны, на этой карте видно не очень много. В чем же дело? Дело в том, что несмотря на то, что мы агрегируем это по дорогам, у нас дороги из OpenStreetMap представляют собой множество различных сегментов, также несколько полос, скорее всего, на всех дорогах будут разными линиями. Так что же с этим делать? Мы можем сгруппировать наши дороги по их названию. С помощью функции GroupBy мы объединим все дороги с одинаковым именем, то есть, допустим, все дороги, которые относятся к Невскому проспекту, объединятся в единую линию. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. И уже на Эдди новые дороги агрегируем наши данные по кафе и ресторанам. И давайте посмотрим на нашу новую визуализацию. Действительно, стало намного лучше. Мы видим те улицы, на которых наибольшее количество кафе и ресторанов. Выделяется отлично Невский проспект, Горохово, Лиговский проспект, Загородный проспект, Московский, набережный канал Грибоедово. То есть, в целом, картина стала немного понятнее. Конечно, в дальнейшем для улучшения этого анализа можно сегментировать дороги на отдельные отрезки и уже узнавать количество кафе и ресторанов на том или ином отрезке или их количество на один километр. Что мы можем еще сделать? Чтобы посчитать количество кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге, мы можем агрегировать их данные на границы округов. Округа — это у нас составные части районов, то есть их здесь будет намного больше. Давайте с помощью той же самой функции посмотрим, сколько у нас кафе и ресторанов в разных округах. Действительно, теперь у нас есть разные округа, как Адмиралтейского центрального района, так и некоторых других, которые попали в наш экстенд, и количество кафе и ресторанов, которые в них расположены. То есть, мы знаем, куда идти, если мы хотим поесть. Но это лишь отчасти информативные данные, потому что у нас, например, некоторые округа очень большие, и понятно, что там будет намного больше кафе и ресторанов. Те, которые поменьше, там будет намного меньше. Поэтому можно посчитать также их плотность. Мы просто добавим еще одно поле в наши пространственные данные, в которых посчитаем наше количество, поделим на площадь. Площадь, как правило, измеряется в квадратных метрах автоматически по дефолту, поэтому мы просто это все еще разделим на миллион и получим квадратные километры. Запустим это и визуализируем. В нашу визуализацию мы также добавим немного интересненьких штук. Например, мы определим шрифт, также уберем вот это ту в легенде, поставим вместо него тире, чтобы выглядело немного аккуратнее. Отлично, и теперь мы видим, что уже немного другие округа выбились в лидеры. Владимирский на той карте был лидером по абсолютному числу и также один из лидеров по плотности, действительно, потому что именно здесь у нас сольдится Рубинштейна. А теперь давайте рассмотрим основные функции, которые можно использовать для анализа транспортной доступности с помощью пакета ОСРМ. Мы будем использовать демо-версию, у которой есть несколько ограничений, как по количеству запросов, так и потому, что она считает в основном все пути только для автомобилей, и также в некоторых случаях она будет нам считать только время и не посчитает расстояние. Это особенности демо-версии, которые можно избежать, используя полноценную версию. Давайте теперь как-нибудь с помощью функции из этого пакета проанализируем доступность булочных бушев в Санкт-Петербурге. Для начала мы отберем наши булочные с помощью функции фильтр из всех мест с едой, которые у нас уже есть. Дело в том, что еще одной особенностью функции пакета ОСРМ является то, что они работают исключительно с географической проекцией ВГС-84. Для этого мы трансформируем наши пространственные данные булочных в эту проекцию и также трансформируем данные пространственные со станциями метро. Что мы хотим сделать сейчас? Мы хотим узнать, какие станции метро из тех, которые попадают в наш экстенд, располагаются ближе всего к булочной бушев. Это пригодится на случай, если мы захотим действительно посетить какую-то булочную и не будем знать, до какого метро нам доехать. В первую очередь мы воспользуемся функцией ОСРМ-Тейбл, которая нам составит матрицу расстояний, в нашем случае миновременных расстояний, между всеми станциями метро и всеми булочными. Давайте запустим эту функцию и посмотрим, что из себя представляет наша переменная. Наша переменная — это вообще список. Первый элемент этого списка — это матрица, как я уже сказала, с временными расстояниями между всеми станциями метро и всеми булочными. Второй элемент списка — это все наши станции метро и их координаты. И третий элемент списка — это все наши булочные и их координаты. Теперь у нас есть такая большая матрица, можно на неё посмотреть в более удобном формате. Ну, сейчас мы, похоже, на неё посмотрим в более удобном формате. Что мы хотим сделать? Это мы хотим определить минимальное время от каждой станции метро до ближайшей булочной и также построить путь от метро до ближайшей булочной. Как мы это можем сделать с помощью функции SRM? У нас уже есть такая чудесная таблица, и все, что нам сейчас нужно сделать, это нам нужно отфильтровать, чтобы для каждой станции метро осталось то минимальное количество времени и та булочная, которая ближе всех. Для этого мы возьмем наши ID всех станций метро, и также с помощью функции Apply найдем минимальное значение времени. Посмотрим, что у нас получилось, и теперь действительно у нас записаны координаты всех станций метро и минимальное количество времени, которым нужно забратить от этой станции метро до булочной на машине, потому что в данной версии SRM считает только для автомобилей. Давайте теперь попробуем это визуализировать, чтобы просто посмотреть, какие станции метро дальше всего от булочных, какие ближе всего. Для этого нам необходимо перевести таблицу в пространственные данные, это мы сделаем с помощью функции ST и SSF, куда мы запишем координаты и также проекцию географическую, потому что у нас координаты в таком виде. И дальше уже трансформируем в нашу проекцию 36 UTM-зоны для удобства визуализации. Также на всякий случай подгрузим иконки булочных буше, чтобы они неинтереснее выделили на карте, зато посмотрим, как можно добавлять векторные иконки к карте. И теперь это все визуализируем. Мы отметим станции метро, раскрасим их в зависимости от времени, которое нужно затратить на то, чтобы доехать до ближайшей булочной. Также мы отразим наши булочные и небольшие характеристики нашей визуализации, нашего лейаута, шрифт, разделитель в легенде и так далее. Давайте посмотрим, что из этого булочается. И действительно теперь мы видим, где располагаются наши булочные и как далеко некоторые станции метро от них и насколько близко. В принципе, максимальное расстояние 6 минут на автомобиле до булочной, что не очень много. Это здорово. Теперь мы хотим не просто посмотреть, какое время нам нужно затратить от каждой станции метро до булочной буши, но и также построить кратчайший путь. У нас есть матрица всех расстояний от каждого метро до каждой булочной. Мы запишем в переменную destination ID всех булочных, которые тут представлены в виде названий колонок. Затем мы к этой матрице присоединим также ID всех станций метро, которые в данном случае у нас являются не настоящей колонкой, а как бы предколонкой. Мы с помощью функции rowNames их извлекаем оттуда. Мы это все трансформируем в табличные данные. И что интересно дальше? Дальше, по факту, здесь у нас сейчас матрица, и каждая станция метро у нас представлена один раз. И дальше уже по колонкам мы видим время, которое затрачено от этой станции метро до каждой булочной. Что мы хотим сделать? Мы хотим сделать, чтобы у нас эта широкая таблица превратилась в длинную таблицу. Чтобы у нас тут каждая станция метро была представлена не один раз, а столько раз, сколько мы от нее строим расстояние до булочных. То есть что я имею в виду? То есть сейчас у нас это все в широком виде, и в дальнейшем у нас будет в первой колонке название ID станции метро, в второй колонке ID булочной, в третьей колонке уже время, которое затрачено в пути от метро до булочной. То есть по факту у нас сейчас таблица вытянется в несколько раз, и сделаем мы это с помощью функции pivotLonger. Мы говорим, что у нас все наши булочные, которые сейчас являются колонками, запишутся в одну из колонок, все их названия как раз запишутся в колонку итоговая точка, и значения будут временные. Сейчас мы посмотрим на то, как выглядит эта таблица, станет чуть-чуть понятнее, то есть здесь у нас везде ID наших станций метро представлено несколько раз, столько раз, сколько булочных, на самом деле 9 раз. И дальше каждую из станций метро соответствуют все ID булочных, и уже количество времени, которое нужно затратить от этого метро до всех-всех булочных. И теперь нам остается выбрать минимальное значение от всех метро до всех булочных. Это мы сделаем легко, мы сгруппируем все по колонке, в которой у нас записаны ID из станции метро. Дальше определим минимальное время с помощью функции min, отфильтруем так, чтобы у нас остались только значения с минимальным временем, и также присоединим колонки с координатами станций метро, и присоединим колонки с координатами булочных, чтобы они соответствовали тем ID, которые здесь у нас останутся. Давайте посмотрим, что у нас получилось здесь. И действительно, теперь это такая длинная-длинная таблица, где у нас есть сначала координаты станции метро, потом координаты ближайшей булочной для каждой станции метро. Дело в том, что у нас есть функция в пакете OSRM, которая поднимает на вход координаты точки начала, и также координаты итоговой точки. Поэтому просто удобнее будет сделать из этой таблицы две. В одной у нас будут в первую очередь пространственные данные точек начала, и во второй итоговых точек булочных будут координаты. Еще одна особенность функции SRM Road — она строит один путь за раз. То есть действительно, давайте вот здесь мы построим путь между первыми точками, посмотрим, как это выглядит. И действительно, она построила нам какую-то линию между первыми двумя точками, между первой станцией метро, которая была в этой таблице первой булочной. Но у нас 31 пара, нам этого мало. Поэтому мы решили эту проблему просто, самым простым способом, с помощью цикла. И мы сейчас к вот этим пространственным данным каждый раз будем записывать новые. Цикл выполняется. Сейчас посмотрим, каков будет результат. И теперь действительно в той же самой переменной, которую мы только что смотрели, благодаря выполнению нашего цикла, у нас уже 31 линия, 31 путь между различными станциями метро и различными булочными. Давайте их визуализируем. По факту на ту же самую карту нанесем. Отлично. Теперь мы видим, от каких станций метро, какие булочные ближе всего. Что интересно, опять же, как я уже упоминала, дева-версия ОСРМ берет и рассматривает пути только для автомобилей. Например, здесь мы видим небольшой зевиток от станции метро Фрунденская на юг. Это значит, что ОСРМ учитывает развороты и учитывает направление движений, что очень важно. Он не просто берет дорогу и можно по ней ехать. Нет, ОСРМ учитывает, в какую сторону можно ехать по этой дороге, где развороты. Это очень удобно и классно. Отлично. С булочными мы завершили. И давайте теперь посмотрим еще на одну интересную функцию из пакета ОСРМ, которая строит путь, кратчайший путь между различными точками. Представим, что мы курьер, и у нас есть каких-то 20 точек в Санкт-Петербурге, по которым нам нужно максимально быстро развести товар, и при этом из той же точки, с которой мы начали в нее же вернуться. Мы с помощью функции spSample создадим 20 рандомных точек в нашей рамке, чтобы они не создавались на весь мир или на весь Санкт-Петербург. Давайте это визуализируем, посмотрим, где будут эти точки. Какие-то 20 точек по всей центральной части Санкт-Петербурга, и нам нужно максимально быстро их объехать. Функция OSRM Trip возьмет на вход наши рандомные точки и построит нам маршрут между всеми ними, максимально быстрый. Изначально это у нас опять будет список, скорее всего, в котором есть разные элементы. Один из них — это координаты всего нашего пути, между какими точками, время в пути в минутах и расстояние в километрах. И также суммарное время в пути и суммарное расстояние. Нам необходимы для визуализации только пространственные данные. Давайте их извлечем и также дадим им индексы в зависимости от их последовательности. Вот наши пространственные данные, как выглядят. И давайте теперь это визуализируем. Мы отобразим все наши линии, линии нашего маршрута, также все наши точки, между которыми, впрочем, этот маршрут пролегает. И также этапность этих маршрутов от первого до двадцатого. Мы определили также шрифт. И, что самое интересное, дополнительно мы скажем курьеру, которому мы даем эту карту, сколько времени он проведет в пути и какая общая протяженность будет. Построили карту. И действительно, между всеми нашими рандомными точками эта функция проложила максимально короткий маршрут. Вот у нас первая точка. И с первой точки у нас начинается маршрут. Идет во вторую, вторую, четвертую, пятую и дальше по всему в Санкт-Петербург. И время в пути составит 91 минуту. Общая протяженность 57 километров. Если курьер будет выкидывать просто свои посылки из окна. Вот на этом все. Сегодня мы с вами вспомнили, как скачивать данные из OpenStreetMap. Посмотрим на некоторые функции, которые можно использовать для векторного анализа и на некоторые основные функции из пакета OSRM. Продолжение следует...